АТОМНЫЙ ЗАБЕГ Итоги Спартакеады Росэнергоатома. Активное долголетие 2019. Третий международный конкурс фотографий в объятиях природы. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна Росэнергоатом. В работе 27 энергоблоков, в ремонте 9 энергоблоков. Мощность суммарно 22 858 мегаватт на 6 часов, что составляет 101,3% заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе 3 энергоблока, второй блок в составе ТГ-3. По четвертому генератору продолжаются ремонтные работы. Нагрузка 2526 мегаватт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС с начала месяца составила 415 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Всего с начала года выработано более 11,8 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фонд на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Более 300 спортсменов разных возрастов, а также семейные команды приняли участие в забеге атомных городов, приуроченному к Году здоровья в Росатоме. Десногорск одним из первых принял беговую эстафету, которая до 21 сентября пройдет в 20 Атомградах. Официальным партнером мероприятия «Атомный забег» выступил Газпромбанк. Приветствую участников соревнований, глава Десногорска Андрей Шубин отметил, что атомный забег – это большой спортивный праздник, объединяющий всех жителей Десногорска. Это здорово, это возглавляет. Хорошая традиция, она должна украинеть. Перед началом забега все легкоатреты зарядились бодростью и хорошим настроением на атомной разминке, которую провели тренеры сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации Смоленской АЭС. Первыми на старт с флагами вышли руководство атомной станции, города, заслуженные спортсмены. Далее километровую дистанцию бежали дети в возрасте от 7 до 12 лет. Участники от 13 лет до 50 плюс преодолевали 2019 метров. Кульминацией спортивного флешмоба стали эстафеты семейных команд. Интересно, конечно, пробежать, проверить себя, сравниться. А детям это особенно интересно. Они привлекают их, это спорт видит и записывается в секции. Конечно, это обязательно надо. Всем, кто успешно преодолел атомный забег, вручены грамоты, медали и призы от Смоленской АЭС и профсоюзной организации станции. С удовольствием принял в нем участие, пробежал. Здесь много молодежи, много более старшего поколения. Есть хорошая возможность встретиться, поговорить, пообщаться. Пока одни покоряли двухкилометровый маршрут, другие жители в центре города смогли поучаствовать в мастер-классах по кио-кушинкай карате, гиревому спорту, порисовать красками на воде, освоить искусство карвинга, а также насладиться выступлениями творческих коллективов профсоюзного комитета Смоленской АЭС. Праздник спорта и здоровья в городе Атомщиков удался на славу, оставил у участников и зрителей массу положительных эмоций и впечатлений. Эстафетный флаг атомного забега 2019 отправляется дальше, по городам Росатома. Шесть медалей разного достоинства в копилке команды ветеранской организации Смоленской станции, которая приняла участие в первой летней Спартакеаде Росэнергоатома активной долголетии 2019. Соревнования посвятили юбилею атомной энергетики. В Нововоронеже встретились более 70 спортсменов из городов-спутников АЭС и Центрального аппарата концерна. Ученица школы номер 3 Десногорска Софья Котова вернулась с детского экологического форума, который состоялся в Нововоронеже. Финал третьего международного конкурса фотографий в объятиях природы объединил победителей и призеров. Более 50 подростков из России, Беларуси и Венгрии. Организатор конкурса Фонд Ассоциации территорий расположения атомных станций при поддержке концерна Росэнергоатом и венгерской АЭС ПАКШ подготовили для школьников обширную познавательную программу. На 10 дней ребята погрузились в удивительный мир природы. Постигали искусство фотографий под руководством известного венгерского фотохудожника, победителя международных конкурсов Венце Балента. Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. С 14 сентября в 10.00 программу праздничных мероприятий, посвященных 45-летию города Десногорск, открывает праздничное шествие трудовых коллективов. В 11.30 на городской летней эстраде поздравления жителей города от руководства города и почетных гостей. В 14.00 на Аллее Славы торжественное чествование жителей города, занесенных на доску почета. В 12.00 на баскетбольных площадках 4-го микрорайона фестиваль «Планета баскетбола». С 11.30 на городской летней эстраде программа творческих коллективов города и приглашенных гостей. В 22.00 праздничный фейверк. 14 сентября открытая командная велоэстафета. Старт в 15.00 от санатория-профилактория «Лесная поляна». Регистрация участников по телефону 8-910-713-8110. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте «Росэнергоатом.ру», а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!